Добрый день, уважаемые жители Республики Сахай-Якутия. По данному управлению Роспотребнадзора по Республике выявлено 92 новых случая коронавирусной инчекции на территории Республики в целом. При этом в городе Якутске выявлено 57 случаев. По 4 случая выявлено в Мегино-Кангаласском, Нюрнгринском и Вилюйском районах. По 3 случая в Алданском, Ангинском, Татнинском, Усалданском, Чуропчинском и Венобытантайском. В Набском и Сунтарском и Лусах выявлено по 2 случая. Один случай выявлен в Нангаласских Улусах. Остальные в Улусах на настоящий момент за последние сутки новых случаев не выявлены. Тем не менее, в большинстве из Улусов районов Республики Сахай-Якутия, куда на настоящий момент переместился основной вектор новой коронавирусной инфекции, есть граждане, которые находятся как на больничных, стационарных койках, так и на амбулаторном лечении. Особое внимание бы сегодня я хотела обратить внимание на осложнение ситуации в Ивенобытантайском и Лусе. Несмотря на то, что в районе практически в этом полностью порядка 65% провакцинированного населения, проживающего на территории районов, тем не менее, со стороны непосредственно одного из предприятий района было допущено невакцинирование. И, соответственно, сегодня возникшая группа заболевших, в связи с чем сегодня именно в Ивенобытантайском районе будет производиться ряд мер и оперативным решением штаба. Вчера было принято решение об ограничении ряда действий на территории района, именно действий со стороны граждан и, соответственно, со стороны организации. За сутки лабораториями в республике проведено 917 исследований на новую коронавирусную инфекцию с прошлой недели с учетом ухудшения ситуации в целом по Российской Федерации Республики Саха-Якутия, Управление Роспотребнадзора, Учреждение здравоохранения, круглосуточное, работают круглосуточно, так же, как и круглосуточная линия Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. За весь период с начала пандемии в республике обработано 1 миллион 168 тысяч тестов. На одну часть республики продолжается темп по вакцинации против коронавирусной инфекции. Всего в республику поступило 211 409 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Первую дозу вакцины получило 191 737 человек. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, действительно, сегодня вакцинация является единственным способом для того, чтобы предотвратить распространение, достаточно быстрое распространение инфекции, для того, чтобы для кого-то облегчить и в том числе протечение, тяжелое течение заболеваний. На койках наших стационаров республики продолжают в усиленном порядке работать в режиме повышенной готовности, как санитарная авиация, которая привозит тяжелых больных с районов республики, так и, соответственно, реанимационные койки на настоящий момент сегодня достаточно большое количество лежит на реанимационных койках в нашей республике. Соответственно, все мы прекрасно понимаем, что единственным способом для того, чтобы снизить эту нагрузку и для того, чтобы как можно больше было у нас сохраненных в жизни, является вакцинирование как таковое. Я напоминаю, что 12 мая 2021 года управлением Роспотребнадзора по республике Сахай-Якутия были установлены сроки проведения вакцинации на территории республики относительно неограниченного количества предприятий, действующих на территории, среди которых определены сроки этой вакцинации. Для ряда предприятий, для города Якутска, Мигина, Конгаласского, Луса, соответственно, такой срок являлся 1 июня, а соответственно, для предприятий и организаций в других районах республики являлся 1 июля. В связи с чем решением оперативного штаба принято решение уже о начале проверок в части соблюдения работодателями требований, необходимых для вакцинирования работников на территории республики. Кроме того, исходя из обращения главы республики Сахай-Якутия, на этой неделе будет объявлен порядок поощрения тех граждан республики, которые пройдут вакцинирование. Необходимо обратить внимание, что поощряться будут и те, кто проходит вакцинирование впервые, и те, кто непосредственно начал вакцинацию в начале января, как только она была объявлена, и возможно, всеобщая до 2021 года.